С наступлением дорожно-строительного сезона в Самаре рабочие приступили к следующему этапу комплексного ремонта улицы Арсебушевской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В дневные смены сотрудники подрядной организации привозят в порядок люки инженерных коммуникаций, занимаются устройством тротуарной плитки и заменой бортового камня, а также готовят дорогу на участке от улицы Маяковского до улицы Льва Толстого к укладке асфальтобетонной смеси. На сегодняшний день работы выполнены примерно ориентировочно на 35%. То есть выполнено уже фрезерование асфальтобетонного покрытия, то есть это старое покрытие, на площади 12 тысяч квадратов. Также уложен выравнивающий слой, это подстилающий нижний, также на площади 12 тысяч квадратных метров. Верхний слой будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Устройством полотна будут заниматься в ночные часы. А чтобы не мешать трафику и днем, движение по дороге на время ремонта перекрываться не будет. Обновляют и пешеходную зону. Жители района перемены воспринялись энтузиазмом. Ходить по плитке – это приятно. Даже людям с колясками ходить и инвалидами будет удобнее, я думаю, нежели какие у нас ямы были. На всех стадиях ремонта организован круглосуточный контроль. Так, при замене бортового камня пристальное внимание уделяется каждой технологической операции, включая демонтаж старого борта, опалубки, а также устройство щебеночного основания, так называемого бетонного замка. Все это необходимо для удержания борта, чтобы он не отклонялся и стоял на нужной отметке относительно проезжей части. Камень бэушный демонтируем, готовим основание, прокатываем, делаем устройство щебеночного основания, бетонируем и устанавливаем бортовый камень. Он морозоустойчивый, износостойкий по сравнению с предыдущими материалами, которые были использованы. Муниципальный контракт на обновление Арсабушевской рассчитан на 2020-2021 годы. В прошлом сезоне от фасада до фасада улицу отремонтировали в границах Полевой и Маяковского, а также от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого. Этой весной подрядная организация вновь взяла на себя повышенные обязательства и трудится с опережением сроков. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.